Аким области Абай Нурлан Уранхаев встретился с представителями фонда «Казахстан Халкана». В ходе «Круглого стола» были обсуждены актуальные проекты в сфере здравоохранения, социальной поддержки, образования, спорта и культуры. Также на встрече были представлены будущие совместные проекты для реализации в регионе. Нурлан Уранхаев выступил со вступительной речью, поблагодарив Лязад Шингисбаеву за вклад в развитие в новой образованной области. Спасибо, уважаемые участники «Круглого стола», уважаемый Лязад Алтенбек. Ну, во-первых, позвольте поблагодарить вас за определенное время посещения в новой образованной области Абай. Сегодня мы планируем обсудить реализацию проекта, который актуален в сфере здравоохранения, социальной поддержки, образования, спорта и культуры. В решении данных проектов возможно приучасти фонда «Казахстан Халкана». Мы знаем, что за столь короткий период времени фонда уже выполнено большое объемное годы, в том числе и в нашей области, за что выражаемым признательствам слова благодарности от всех лиц, получивших помощь от фонда. Так, в сфере здравоохранения и области Абай уже оказана помощь более чем на 100 миллиардов тенге. В сфере образования была проведена огромная работа, обновлена материально-техническая база, многопрофильная гимназия. В Аябузе, в школе интернат номер 6 в городе Семья, аналогичная работа, запланированная в других учреждениях образования. Кроме того, мы знаем, что вами уделяется внимание и оснащению кабинетов, робототехники. Более того, в целях повышения доступности высшего образования вам выделены более 100 грамм для студентов в нашей области. Определенная работа в дополнительной сфере спорта. Вместе мы выражаем вам огромную благодарность за оказание помощи в системе погибших лесников во время пожара в Бодоринском районе. На сегодняшний день нами подготовлены персию проектов. Для более детального обсуждения его предстоят мои коллеги. Большую помощь благотворительный фонд оказывает в сфере здравоохранения. Помогает медицинским учреждениям в оснащении современным медоборудованием. Также фонд всесторонне поддерживает область образования. К примеру, в многопрофильной гимназии Яковского района и в школе-интернат номер 6 города Семей была обновлена материально-техническая база. В интернате для поддержания новой модели образования заработал Кабинет робототехники. К слову, после экологической трагедии фонд оказал материальную помощь семьям лесников в погибшем при лесном пожаре в Бородолихевском районе на общую сумму 127 миллионов тенге. Фонд был создан порядка полутора лет назад. Мы сразу переступили к работе, зная проблемы нашего народа. Для более детального понимания, в каком направлении двигаться, представители фонда каждый раз посещают разные регионы нашей страны, организовывая такие пренс-конференции и встречи. После все материалы направляются на согласование правительства. По всей стороне многие крупные компании, да и простые казахстанцы оказывают фонду поддержку. За это отдельное спасибо. Как подчеркнули за Чингтсбаева, в проектах уделяется особое внимание районам, которые должны стать движущей силой для всей страны. Фонд Казахстана Халкана реализует проект опорных школ в селах, ориентированной на развитие районных центров. В этом году проект охватил 63 школы. Суть проекта не только в оснащении, но и в том, чтобы педагоги могли преподавать на уровне сегодняшних реалий. Кроме того, представители Назарбаев интеллектуальных школ выезжают на места, внедряют методологию, обучают учителей. Итог проекта – опорная школа становится центром компетенции для малокомплектных школ. Может им помогать. Такие школы есть и в области Абай. Совместная работа с фондом Казахстана Халкана будет продолжена. В настоящее время разрабатываются новые проекты и инициативы для решения актуальных проблем региона и оказания поддержки нуждающимся.